Йо-йо-йо, здорово, народ! И сегодня рубрика Бомбёжка, разоблачение брехунов и мошенников с Авито. Итак, погнали, чёрт подери. А начинаем мы с первого объявления. Вроде серьёзный парень, купил S23 Ultra и продаёт к нему оригинальный чехол такой, оригинальный чехол УАК, зарядку на три устройства. Такая зарядка в МВидео стоит 4500. И он пишет, что он готов её дать за 2000 рублей. Значит, я с ним договорился, говорю, мне нужна только зарядка, можно, пожалуйста, купить? А сегодня утром, я смотрю, так она же китайская! Она же китайская, потому что у оригинальной зарядки никогда нет нашлёпок вот таких голограмм оригинал, так как раз таки пишется на неоригиналах. Более того, куча вот здесь надписей, хотя бы должно быть написано максимум одна строчка на самой зарядке. Вот это вот порт оранжевый, в оригинале он, конечно же, чёрный, и вот эта вот USB-шка, она не должна быть оранжевой. Ну, то есть по коробке уже видим, что это лютая паль. А он ещё со мной спорит, мол, какие доводы я покупал в магазине с отличной репутацией, а я ещё трачу своё время на то, что скидываю ему картинки с официального сайта, картинки как раз таки с Азона, где она 1000 рублей стоит, как раз таки с кучей надписей, и говорю, что он вонючий брехун. Вот такие вот дела. А он ещё мне говорит, типа, знаете, мне продали как оригинал, давайте без высказываний, значит, репутация в магазине не такая уж и безупречная. И при этом после этого всего так и оставил он своё объявление висеть, так и пишет, что она оригинальная, цену не менял. Брехун, конечно, да. Дальше, поехали. Купил S23+. Через 10 минут в интернете глаз начал дёргаться. Через 20 смотрю в зеркало, глаза красные, чешутся. Не могу сфокусироваться. Листаю инсту, через 30 минут тошнить начало. Головокружение, расфокусировка. Через 1 час получил головную боль. Ложу на полку S23+, беру старый iPhone 11, чувствую себя лучше. Прихожу в норму. Смотрю ноутбук. Чек. А, проверяю 23 плюс характеристики дисплея. Так в нём оказывается лютое мерцание. Превышает гост до 5%. На 100% яркости 66% коэффициент пульсаций. От этого и голова болит. Не покупайте этот стробоскоп. Опасно для здоровья. Запретить продажу стробоскопов. При фотографировании документов половина текста размыта. Такой брехун, конечно, да. Ладно, давайте так, смотрите. У кого-то есть проблемы с шимом? У 95% людей нет. Я вам так скажу. Вот мой фолк, которым я пользуюсь каждый день. Давайте посмотрим, по сколько я пользуюсь. Обслуживание устройства. Это всё, кстати, из-за вас, что вы мне всё время написываете, всё время вам нужно снимать видосы. Даже сегодня, вот воскресенье, 4 часа 28 минут. Вчера, суббота, 3 часа. А вот до этого 8 часов экрана времени, 6 часов экрана времени, 7, 8, 7, 9, 9, 8, 7, 7, 8. То есть каждый день я впялюсь в телефон на протяжении 8 часов, не покладая рук. Каждый день. Вот это уже до 6 мая мы дошли. Каждый день. Видите, это не какой-то там пару дней такой статистики. Каждый день только на Авито я провожу по 3 часа. Обзоры снимаю, хром и так далее. И всё это время я впялюсь в телефон. И как видите, глаза у меня не красные, ничего у меня не чешется, и ничего у меня не крутится, и не болит. Короче, брехун, конечно, да. А вот этот вот человек. Дмитрий, здравствуйте, йо-йо-йо, я всё же купил из 22. Заказал в Вьетнам, но при покупке уболтали на Индию. Типа одно и то же. Аппарат новый с пломбами, контора солидная. Готов привезти вам донат за ваши комментарии по этой ситуации. Не лоханулся ли я? Значит, во-первых, консультации не по моим объявлениям в Телеграме. Сколько раз говорить? Ну, наверное, миллион. Всё равно беспокоят на Авито. Более того, уболтали на Индию. Давайте посмотрим, что мы здесь видим. Ну, мы здесь видим МЕА на конце длинного кода модели. МЕА это Арабские Эмираты будут 100%. Никак иначе. Made in India, да. Но это не важно. Не важно, где сделан телефон. Это не несёт ограничений. Место производства не несёт ограничений. Ограничения несёт регион, для которого сделан телефон. Именно поэтому меняем регион, для того, чтобы работал. Samsung Pay или запись звонков. Так что, если бы телефон был сделан для Индии, были бы индийские ограничения, и коробка бы выглядела иначе. А если телефон МЕА, значит, он Арабские Эмираты. И не важно, во Вьетнаме он сделал или не во Вьетнаме. Вообще посрать где. Хоть в Индии, хоть не в Индии. Бомбится. Уже столько раз это говорил. Дальше. Назаписывал, значит, я видосов про наушники. А, нет, здесь у меня другого бомбило, походу. Вот, Димон. Если есть возможность, сделай обзор на телефоны Huawei, Mate 50, Mate 50 Pro, P60, P60 Pro. Про их плюсы и минусы в сравнении с Samsung с линейкой S. Как ими пользоваться без Google сервисов? Ну, я вам что? Бесплатная рабочая сила? Нет бы посмотреть чужие видео на YouTube, как пользоваться без Google сервисов. Уже годами вам говорят, что все нормально там без Google сервисов. Что можно поставить YouTube, что можно поставить все. Да, костыли, да, иногда не прилетают уведомления, и, в общем-то, туговато с чем-то. Но, в принципе, там все работает. Google фото запускается, Google диск запускается, YouTube запускается, и все нормально. Более того, это Google сервисы, и Google херня там нахер не нужна. Там есть магазин приложений Huawei, в нем все, что вам есть, можно скачать. И более того, есть АПК файлы в браузере. Скачали и установили, если чего-то вдруг нет, хотя там все уже есть. Они уже его перенасытили всеми возможными приложениями. А что касается сравнений, Mate 50 Pro, Mate 50, Mate 50 никому не интересен, Mate 50 Pro обзоры были на канале. P60 Pro только вышел, чувак, дай покой, дай покой. Потом сравню, как только будет у меня на руках. Пока что за свои деньги он самого его в любом случае не стоит. А вот человек продает S21 Ultra, пишет, что титановый фантом, все замечательно, хотя на самом деле он не титановый, а браун, ну да ладно. Коробка тоже сохранилась в отличном состоянии. В общем, пишет, что все отлично, всегда использовался в чехле. А дальше мы смотрим на этот телефон, смотрим на заднюю крышечку, и что мы там видим? А три знака сертификации, значит телефон Ростест, и вот здесь должен быть номер модели, плюс Made in где-то там, Вьетнам или Корея, допустим, и E-mail должен быть. То есть эта строчка должна быть длиннее трех знаков сертификации с телефон Ростест. Она короче, значит крышка не родная, на ней нет E-mail. То есть крышка менялась, телефон смененный после ремонта. Чувак пишет, что он всегда в чехле, 23 отзыва на 5 звезд. Брехун, конечно, да. Далее, значит, кого мы еще смотрим? Можно ли припорошить корейский S21, чтобы Samsung Play работал? Нет. То есть если я купил корейцев, то ничего уже не сделать? Верно. Мир Pay скачать и радоваться с экономленным парой тысяч. Потому что на корейцах работает запись звонков, но не работает Samsung Pay. И регион вы скорее ни на какой другой не смеете. Он у вас, если есть корейский, то он и будет корейский. Далее едем. Samsung Fold 4, значит. Оригинальный чехол со стилусом. Регион Вьетнам, хорошее состояние, наклеена пленка. Из минусов царапин на корпусе. У чехла сломана передняя рамка. Виктор, 17 отзывов. А в чем проблема здесь? Я что-то не помню. Регион Вьетнам, 2SIM. Не знаю. Ладно, забыл, в чем тут была проблема. Что-то я фотки не добавил. Ну да ладно. А помните, я разоблачал брехунку Веронику с кучей компов, которые она продает, пишет цена на пару дней и так далее. Так вот, тот комп, который в том видосе месяц назад был за 130, он у нее уже висит за 105, недавно она скинула со 110, и до сих пор срочно цена на пару дней покупала за 400 тысяч рублей. Но это же бред. Это же бред, цена на пару дней. Уже месяц висит, и каждый день она скидывает по 5 тысяч рублей. А цены и нихера так до сих пор и не продала. Брехунка вонючая. Вот эти вот перекупы любят втирать всем дичь. Далее, значит, смотрите видео про S23 Ultra. Какие версии брать? Чувак спрашивает, где купить в России версию записью звонков? Берешь либо Корею, либо любую бишку, будет тебе запись звонков. Второе, собеседник может как-то услышать, что идет запись? Нет, не может. На запись самому надо нажать или всегда автоматом идет? Ну, консультации в Телеграме. Вот я ему ответил, консультации в Телеграме. Думаете, он не написал? Нет, 100 рублей зажал. Хочет здесь всех бесплатных ответов. Запись звонков, если на телефоне активирована. Давайте так, смотрите, если у вас Казахстан, Арабские Эмираты, Кавказ. Сейчас в 23-м поколении вы меняете регион на Вьетнам, появляется запись звонков, и вы можете записать ее как по кнопке, так и в настройках телефона, включить автоматическую запись звонков, будет писаться каждый вызов. Ну, на Вьетнаме, соответственно, то же самое. А если у вас версия B на конце номера модели, код региона TPA изначально, то есть урезанная прошивка, вот единственная бишка в 23-м поколении с ограничениями, это TPA. Там на коробке есть буквы TPA, и код регионного телефона будет версия под поставщика услуг TPA. Вот там вы регион менять не можете до тех пор, пока не прошедете телефон на мультирегионную прошивку. Но там и так с завода работает запись звонков, Samsung Pay нет, запись звонков там можно включить только автоматически, кнопки не будет, но автоматически можете записывать, поэтому TPA-шка, в принципе, если вам нужна запись звонков, автоматическая, а Samsung Pay не нужна, вы можете ее просто купить и не заморачиваться. А вот если хотите заморочиться, то придется сначала и прошивать Одином, а потом еще и, соответственно, уже менять регион, значит, вот такие вот дела. Далее, значит, ностальгия по стеклянному ноуту 10+. У меня емкость батареи была 94%. Грамотно заряжал до 30-85%. Ну а нахера? Кем ты хочешь этого убедить? Это же тупо! Да, ты экономил аккумулятор этим самым, но ты взял телефон, ты не дозаряжал его от 85% до 100%, терял 15% каждый день в своем использовании, и ниже 30% не разряжал, терял еще 30% в своем использовании. То есть ты каждый день пользовался телефоном в 2 раза меньше, чем мог бы. То есть ты каждый день, уже считай, твой аккумулятор был убит на эти 45%. И все это ради того, чтобы сейчас, спустя 10 лет, ну, какие 10 лет, пару лет использования, продать его чуваку и сказать, а у меня аккумулятор 94%. Так у тебя полно на Авито будет других любых конкурентов, которые напишут, что у них АКБ 100%, потому что в Самсунге это никак не посмотреть быстренько. И, соответственно, никто в свои 94% либо не повеет после сброса телефона, либо просто не будет в это вникать. И получается, ты все эти годы себя резал в 2 раза, чтобы какой-то следующий дурачок порадовался. Ну и максимум тебе на 1000, на 2000 рублей дороже заплатят за то, что ты чуть-чуть сэкономил больше аккумулятор, чем все остальные предложения. И то все равно аккумулятор у тебя все это время деградировал, потому что все равно физика никуда неизбежна, как бы ты его не заряжал, все равно износ будет, просто не такой сильный, как если бы ты его полностью использовал. Так если бы ты полностью его использовал, ты бы его сейчас убил не до 94%, а допустим до 88%, зато этими 88% ты бы пользовался каждый день на протяжении этих двух лет. А так ты пользовался 55 сновья. Сочувствую ли я тебе? Конечно, да, это максимально тупо, хватит беречь свои аккумуляторы. По крайней мере, если не берете телефон на 5 лет. А если берете на 5 лет, проще его заменить, да и все. Так, значит дальше, значит, смотрите. Здесь человек в одном комментарии расписывает, что Samsung S23 Ultra это просто произведение искусства, какой он крутой, какой у него крутое это, какой у него крутой то, что он скажет так, рассказывает, весь такой опыт использования. Следующим комментарием, что хочу спросить. S23 Ultra это самая топовая модель среди Galaxy смартфонов? Ты серьезно? Ты сам расписывал ее преимущества и до сих пор не разбираешься в последней линейке смартфонов Samsung? Серьезно? Ну это же мрак. Так, а вот этот человек задает вопрос, говорит, что смотрит видео, переводит мне стоочку рублей за консультацию и говорит, ситуация такая, с 22 Ultra продают дешево. Его история, купили в подарок на юбилей 70 лет отцу, скинулось 8 человек, но он не может сенсором, продавец то есть, посмотрел среднюю цену за БУ и поставил. Но это такой бред, такая сказка. Вот хватит спрашивать продавцов, почему они продают. Это вообще бред, вы посмотрите, на юбилей 70 лет, не может сенсором. А вот что там реально продается. Да, уже видим, что паль, надеюсь, вы видите. Но если уж не видите, то вы должны сразу видеть по этой менюшке, по огроменным рамкам, по огромным рамкам с углов экрана, по огромной вырезу под фронтальную камеру, огромный черный кружок. Вот это вот пленка от китайской подделки, пластик внутри коробки. Тут все признаки просто налицо. И самое ужасное, это вот эта вот менюшка, где экран, здесь белый, здесь синий, блин. Вот это меню такого давно уже нету, там уже надпись. Далее, слот 7.1, слот, вот слот не пишется в оригиналах. Вот здесь дважды имей дублируется, такого не делается нигде телефона в оригинальных. Белая надпись на черной крышке, голубизна в камерах, должна быть темной синей камеры. Это пластмасски синего цвета. Белая надпись на черной крышке, это тоже невозможно, она должна быть черная. Вот я ему скидываю свои фотки, говорю, вы хоть немного, посмотрите, должен быть хотя бы имей. Лизовые знаки сертификации, черная надпись, кружок под фронтальную камеру, малюсенькие, рамки малюсенькие. Там самая очевидная, лютая, убогая подделка. Он мне еще видос скидывает, говорит, ну вот, отправили видео, я дико извиняюсь, очень плохо слышно голосовое. Я говорю, это лютая паля, я даже не буду смотреть эти видосы. И даже если имей совпадают везде, тупой, конечно, да. Ну, какие имей ему нужно совпадать, уже показал признаки, все на лицо, там вообще телефон даже на 10 тысяч не тянет. Он такой, ну имей же совпадают. Да имей можно вшить какие угодно, куда угодно, в китайскую подделку имей от оригинального телефона вшиваешь, и все будет прекрасно. Че вы такие наивные-то, господи, никак не можете запомнить очевидных вещей, меня с вас так бам, бить на рот. Это просто какая-то жесть. Имей это вообще не гарантия, хватит пробивать телефоны по имейам, хватит вообще на это все обращать внимание. Вы должны смотреть на конкретный телефон и спрашивать, почему его продают, еще что-то. Дальше, значит, была следующая история. Человек хотел у меня купить телефон, значит, а там, собственно говоря, продавали ему вот такой телефон. Вроде бы есть три знака сертификации, есть имей на задней крышке, но в чем проблема, собственно говоря? Наклейка на коробке вот такая вот, паленая, да? Сама коробка 21-го поколения толстенная, хотя в оригинале, вы знаете, тонкая, там даже блок зарядки не влезает. Здесь коробка прям как от Note 9, от Galaxy S8, от тех поколений. Более того, надпись на задней крышке глянцевая в 21-м поколении, а должна быть вот такая, как у меня, матовая, соответственно. И здесь мало того, что она четкая матовая надпись, а она еще и глянец, который двоится, понимаете? Двоится, то есть кокеровая пропечатка надписи. Но при этом имейки вот эти вот подделали четко, подделали четко. То есть мы уже видим, коробка не настоящая, задняя крышка не настоящая. То есть телефон восстановленный, не китайская подделка, но пересобран из китайских запчастей. И знаете, я ему объясняю, да не берите в это дерьмо, еще и 28 тысяч, да вы что, да это дорого. А он говорит, ну типа это неплохо, я везде заказывал с доставкой по 31, а приезжала херня с пятнами или еще что-то. Ну во-первых, у меня можно было купить. Во-вторых, собственно говоря, знаете в чем проблема? Что он все равно настроен купить, типа цена вкусная. А я говорю, а за что вкусная? Если тут такая паленая коробка и крышка? Ну очевидно, что и сам телефон внутри не из столь качественных запчастей. И как долго, и как качественно они будут служить и работать, вообще непонятно. Не говоря о том, что влагозащиты там, конечно же, нет. Так что, ну очевидно, с таким не стоит связываться. Конечно, не стоит связываться. Дальше. Чувак спрашивает, отправить ли телефон на вид доставку. Я ему говорю, что нет, отправляю свое видео, где рассказываю, что отправляю с деком. И чувак спрашивает, какого вида в комплекте чехол и является ли телефон оригинальным. Ну что это за вопросы вообще? Это мрак какой-то. Ну очевидно оригинальным. Далее. С21 Ultra. Что у нас здесь? А, да, значит, смотрите, в чем паль. Вот объявление, да. Чувак пишет, что все идеально. 56 отзывов на 5 звезд. Все супер. Но вы присмотритесь. Видите вот это место? Так тут стеклышко даже нету под вспышку. Оно вывалилось. А камеры настоящие модули, но ободки у них из серого дешманского пластика. То есть в телефон лазили, меняли камеры на неоригинальные. Да, они все 3-4 есть, они все будут работать, но они дерьма кусок. И стекляшки одной нету, но это полная дичь. И белесые, это очень стекло камеры, конечно же, оригинальные, должны быть куда более прозрачным. Вот такой вот продавец у нас тут попался, да. Дальше, значит, смотрите, это вообще просто отдельная история. Чувак хочет продать комп за 500 тысяч с двумя RTX 3090. Нахер они нужны вообще, непонятно? Ну да ладно. И он тут начинает, значит, рассказывать, что он весь такой сдуревший сборщик. Что он на миллион рублей с двумя видеокартами. Что он вообще весь такой крутой. С детства была мечта иметь мощный крутой ПК. Собирал почти год. Что там было год собирать, непонятно. Ну, короче, система вообще не нагружалась. А что тогда было его, собственно говоря, собирать? В общем, просто какой-то бред понаписал. Мне кажется, это ничего общего с реальностью не имеет. И самое, что смешное, он привел свой список, по которому он якобы насчитал стоимость комплектующих на миллион. Так знаете, как он считал? Взял одну видюху, взял вторую видюху. Написал, что цена каждой по 200 тысяч. Типа одних видюх там на 400 тысяч. А то, что сейчас такие видюхи на авито стоят тысяч там по 80-90. Это типа так себе затея. Процессор тоже 49 тысяч. 1.12900 он уже давным-давно столько не стоит. Мне кажется, он брал цены просто, знаете, когда курс был 120. Он тогда быстренько цены оттуда взял. И здесь посчитал даже то, что вообще как-то нахер не нужно. Вот что это, например? ЕК, Quantum, Torque, Control, сменные кольца какие-то 700 рублей. Эй, это какое-то хернище на 4 тысячи. Чего? Просто подобавлял. А бы чего, чтобы просто вышло больше этих. Хотя там какие-то проводки. Это все идет в комплекте. Короче. Ой, бомбит 500 тысяч, блин, за комп стурел, что ли. Дальше. S22 Ultra 512 гигов 60 тысяч рублей. Абсолютно новый Ростест 2 сим-карты. А вы посмотрите. Видите заднюю крышку? Live Demo Unit Not For Sale. Какой это, соответственно, Ростест? Более того, какие 512 гигов, если демки всегда в каждом телефоне, в каждом поколении. Если демка, то там вся будет минимальная память для этой модели. То есть, если демка для 21-го поколения, там будет 12-28. Если для 22-го, соответственно, 8-128. Если для ноута 20 Ultra, то будет 12-8. Ой, 8-256. То 128 гигабайтных ноутов Ростестовских не было для Ultra. Ну, вы поняли логику, да? Минимальная память. А тут 512 написано. Бред, конечно, да. Смотрел вас на ютубе. Можете подсказать по Galaxy S22. Я говорю завтра, потому что уже ночь. Мне просто узнать, о чем говорят эта надпись на задней крышке. Я ему говорю, вот, пожалуйста, Телеграм, консультации плавные. Все рассказано. В Телеграме все расскажу за 100 рублей. Да не, спасибо. То есть, 100 рублей заплатить нет, а в 12 ночи меня беспокоит, чтобы я тебе рассказывал, что там у тебя понаписано, и что это значит? Ты серьезно? Это значит UKCA. Ну что, великобританский знак сертификации. То есть, телефон для великобританского рынка. Обычно английский телефон. Ничего плохого он не несет. Евротест. Можно сменить регион на Россию. Будет то же самое, что Ростест. Зачем в стакан? Это значит, у меня в объявлении было написано любые проверки, хоть стакан с водой. Зачем стакан? Я все свои Самсунги в кастрюле с водой топил, и норм. 36 тысяч рублей сейчас куплю авито доставкой. Неинтересно. Sorry, неинтересно. Еще S22+, ошибся. Да я уже написал, что мне твое предложение даже за S22 неинтересно. Так что твое неинтересно. Это уже не котируется, понимаешь? Дальше, значит. Приветствую. Не продали? Актуально. Полный комплект. Что вы подразумеваете под словом полный комплект, если кроме кабеля ничего нет в комплекте, даже в магазине, если мы говорим про S22? Там только кабель в коробке. Коробка есть? Фото в объявлении не смотрите? Да может не то, не от него у вас много объявлений. На коробке вообще-то e-mail пишут. Поэтому я спросил. Кабель тоже в комплекте. Суть в том, что в объявлении было 10 фоток, в числе которых было фото коробки с двух сторон, в том числе на которых видно, что e-mail есть на коробке, что e-mail родной, и фото кабеля было. То есть по фотке было прекрасно видно, что комплект полный. А спрашивать, полный ли комплект, как будто ты ждешь там зарядки наушников, ты уже меня обрекаешь на бомбежку, потому что не идет ни зарядка, ни наушники с 21-м поколением. В итоге я с тобой все, хватит глупых вопросов, свали с дороги. Пишу, что бронь на телефон, хотя бронь на телефон не было, но просто продавать такому тужню желания абсолютно нет. Значит дальше, значит, стилус топ незаменимая вещь, согласен. Два года с апреля использовал ноут 10+. Полноценно прям. У меня 7-8 часов экранного времени в среднем в сутки было все эти два года. Соряжал в диапазоне 30-85. То есть розетка под рукой иногда с 50 до 85 заряжал. Ну что? Заряжал на 35%? Серьезно? И вот перед продажей тестировал батарею и опа! 94% нах! 94, Карл! И что? Ты как придурок все время сидел у зарядки, разряжая телефон на 30%. Это грубо говоря, он разряжался за 2 часа. Каждые 2 часа ставил телефон на зарядку, чтобы что? Чтобы сейчас через 2 года кому-то доказывать, что вот, у меня 94% емкость. То лучше бы ты кайфовал и не у зарядки сидел, а пользовался бы полноценно телефоном. Ой, бомбит меня, ой, бомбит. Значит, смотрите. Зато на копии нет шима. Ну, понятно. С людьми надо быть помягче, а на вопросы смотреть шире. Как я могу смотреть шире на узкие тупорылые вопросы? Хотите, чтобы я смотрел на вопрос шире? Сразу открываете описание к видео. Видите там ссылочку на Телеграм. Пишите консультацию не в Авито, а пишите в Телеграм. Сразу скидывайте 100 рублей. Пишите свой вопрос и консультируйтесь. Я посмотрю вот настолько широко. А то, что вы творите, это просто беспредел. Неуважение ни ко мне, ни ко моему времени, ни к моему описанию. Дальше, значит, смотрите. Не рекомендую таких продавцов. Вначале все было хорошо. Посередине разговора он пишет, что телефон продан. Еще и ужасное отношение к покупателям. Хочет полную предоплату, чтобы отправить. При этом не хочет представить гарантию, что телефон не вскрывался на мою просьбу. А это к чему я вообще добавил? А, это была переписка. Чувак мне писал. Продаю ли я S21 Ultra? Говорит он мне. Типа, мне интересен сам телефон, его характеристики. А это его отзывы. Только что я зачел те отзывы, которые увидел в профиле у этого чувака. То есть я сразу вижу, чувак мутный. Необязательный. Ему уже писали покупатели, что он гамаш. Так что мне уже с ним общаться не очень интересно. Чувак пишет, ему нужен сам телефон и его характеристики. Ну, S21 Ultra на 128 гигов. Рост тест. Какие еще характеристики ему нужны? Пускай смотрит в интернете. Логично, да. Хорошо. Коробки нет, только телефон и чехол, есть царапины на экране. Причина продажи в чем? Надо продать. Ну, если ты не можешь посмотреть в профиле и понять, какая у меня причина продажи. Ну, чувак, сорян. Только из-за царапины. Да. Пишу, что причина продажи царапины. И когда вы его покупали 2 года назад, то есть примерно больше 100 тысяч рублей он стоил. Какая разница, сколько он стоил. Чувак. Чеки подделывают. Сколько раз говорить. Да. Блок питания есть. Только телефон. Это тоже было написано в описании. Только телефон без коробки и блок питания. Внутренние характеристики. В интернете посмотрите характеристики. В интернете покажут характеристики телефона с нуля. А мне интересен ваш телефон, а не из интернета. Потом отправляют много вопросов. Я говорю, ну такие же характеристики, как в интернете, очевидно. Как могут характеристики телефона измениться со временем? Процессор перепаяется или что? То есть за 2 года пользования ничего не поменялось? Я говорю, нет. Хорошо, бронестекло или защитное стекло есть на ней? Только что позвонил другой покупатель и забронировал. Уже не актуально. Я вас понял хорошо. А, я вспомнил. Это он. Я ему, я знаете, вижу, что вопросы максимально тупые. Я говорю, что уже позвонил другой покупатель. Все, отбой. И он мне оставил плохой отзыв. Это он мне написал плохой отзыв. То есть это я заслужил его плохой отзыв себе в профиль. Типа он меня не рекомендует. Тупой брехун, конечно, да. Я его не рекомендую. Далее, значит. Чувак спрашивает, как дела у фолда. Типа хочет поподробнее о нем узнать. Я говорю, обзоры были на канале. Про как бы это. Так. Он такой. Имеет в виду, что за счет процессора. Не держит ли дольше четвертый фолд относительно третьего? Это вот знаете, частый миф. Что вы все ждете, что следующая модель телефона. Процессор стал меньше нанометров. Соответственно, держать он будет дольше. Но вы должны учитывать, что он на единицу мощности стал держать лучше зарядку. Но сам процессор стал мощнее. То есть если мы возьмем меньший коэффициент разряда на единицу мощности, но самой мощности стало больше. То выйдет одно на одно в любом случае. Не будет такого, что следующий телефон с более мощным процессором и таким же аккумулятором будет держать зарядку больше, чем предыдущий. Даже если процессор предыдущий был хуже. Он был слабее. Он мог больше греться. Но по факту будет плюс-минус то же самое. Не надо ждать чудес. Четвертый фолд будет держать лучше, чем третий. Только потому, что вы найдете четвертый фолд меньшим МБУ, меньшим износом аккумулятора. Вот и все. Просто, может, тогда нет смысла от четверки. Камера вроде получше стала. Рассчитывал, что чуть дольше держать будет зарядку. Я говорю, за обзор был на канале. Смысла нет. Ну как, вроде процессор энергоэффективнее, меньше греется. В общем, я ему это то, что сейчас вам объяснил, объяснил вам до этого. До этого вот еще одна с ним переписка. Я ему уже 10 раз сказал, смотрите обзор, смотрите обзор, смотрите обзор. Все равно он мне спрашивает, что к чему. Говорит, что смотрит еще меня на ютубе. Вот так себе смотрел обзор на то, что ему конкретно интересно. В итоге так и не посмотрел. Добрый вечер. РС-22 белый, ты 40 тысяч продали? Да, печаль. А потом говорит, что ему до первого ноль-сестого нужно найти такой телефон. Состояние новое и полным комплектом. Можно 128. Поможете, белый? Говорю, у тебя был шанс. В течение двух дней висело объявление. Вы его упустили. Теперь ничем не могу помочь. То есть, что было пялиться на мое объявление? Два дня ни слова не написать, ни забронировать, хотя бы за 500 рублей предоплаты. Ничего не сделать. А потом, когда я его продал, и оно снято с публикацией, сразу такой, ой, а вы продали? Вот это вот постоянно, блин. У меня оборот телефонов большой на авито. Вы посмотрите, регулярность появления новых отзывов на авито, если что-то пошло. Дальше, значит. Подскажите, S23 Ultra только зеленый на 512 сейчас в наличии? Пока да. В 13.34 я сразу ответил. Потом, спустя 3 часа, я такой, а вот теперь уже ничего нет в наличии. Ну, потому что нечего ждать им отмалчиваться. Я не люблю, когда меня отвлекут к каким-то вопросам, потом просто молчат. Не спасибо. Ничего. Здравствуйте. Сколько открытий и закрытий? Спрашивает про Fold 4. Здравствуйте. 2387. Блин, это много. На 3000 они обычно отъезжают. Серьезно? Там дается гарантия на 200 тысяч открытий и закрытий у Fold 4. 3000 открытий и закрытий. Это вообще ни о чем. Это, грубо говоря, 50 открытий в день, если делать, то 10 дней это 500. Вот считайте сами. Это 2 месяца использования. На 3000 экран дает трещину. 2387. Это его как просто гармошку. Ты дым всю дым, ты дым всю дым. И даже слышать этого не хочу. Это просто такой дебилизм. Его выкидывать, а пора. Я думаю, тебе свой мозг пора выкидывать и посмотреть еще раз в интернете, сколько циклов дают гарантию на Fold. Понимаешь, что 200 циклов это, наверное, многовато, но говорить, что 2300 циклов раскрытия, закрытия телефона, это его пора выкидывать. Да там даже пленка еще отходить не начинает, чувак. Ой, мрак. Дальше. Да нет никакой проблемы, чтобы сменить серийный номер. Ведь демки шьются без разбора и даже удаленно, хотя на деле им вшивают серийные номера со старых мобилок. Такой тупой. Вот если не знаешь, нахера влезать на демках серийный номер, как был с завода, выбит на задней крышке и в настройках телефона, он таким и остается. В демках вшиваются и мэи. А и мэй это относится к модулю связи, а серийник это относится к плате. И ты, серийник, ни хера не сменишь по щелчку пальцев. И мэй там вшиваются, а не серийники. Так что думайте, прежде чем говорить, и позориться. Дальше. Значит, девушка хотела купить телефон в сентябре. Сейчас май на дворе. Но это она писала еще где-то вообще в апреле или в марте. Ну я говорю, что... А, вообще на Новый год она писала. Окей. Потом сейчас, ближе к делу. 20 мая пишут. Пишу заранее. У меня осталось 4 месяца до поездки в Москву. Скажите, реально купить у вас фолд за 30 тысяч рублей? Он мне нужен для просморта фильмов. И звук у них там классный. Большей суммы я не располагаю. Так как ваш друг довольствуюсь малыми благами. Но, во-первых, не знаю, с чего ты мой друг, я первый раз тебя слышу. Во-вторых, фолд для фильмов, квадратным экраном, для фильмов, которые соотношение сторон 21 к 9, которые на панкре ворот максимально вытянуты, на любой ультре. Картинка по фильму в итоге будет больше, чем на квадратном экране фолде. У вас полоски будут сверху и низу черные огромные, а сам фильм будет малюсенький. Более того, за 30 тысяч рублей какой фолд она хочет? Первый, что ли? Третий хотя бы. Третий хотя бы. А что, может четвертый за 30 тысяч? Не. 30? Серьезно? Моя мечта нереальная? Конечно. Где вы такие цены видели? Ну, ладно, до свидания. Ну, хоть немного ты поинтересуйся ценами на Авито, прежде чем мне писать. Вы-то и второго фолда в нормальном состоянии за 30 тысяч не найдешь. Ты у меня третий хотя бы. Ой, бля, ну это же жесть. Звонят в 7 утра уже в Телеграме. Звонить в 7 утра? Совсем, что ли? В субботу? Так бомбит с таких людей просто. Вот вы меня так бесите. Хоть немного уважайте мое время. Ну, 7 утра, суббота. И вы бесплатно собрались консультироваться. Так мало еще того, что написать. Написать без проблем. Но звонить? Серьезно? Чтобы я услышал вашу... Алло, Диман Маслова, можете мне помочь? У меня вот телефон, у меня Samsung Pay не работает. Да уже обслушался я вас в 7 утра, но еще мне этого не хватало. Сколько он на данный момент в эксплуатации? Торг уместен? Здравствуйте, нет. Сколько он находится в эксплуатации? Год? Может быть, два. С22 в 2023 году? Может быть, два года находится в эксплуатации? Телефон, который вышел год назад, может находиться два года в эксплуатации? Такой тупой, а? Только если бы у владельца была машина времени. Привет. Давай за 28 заберу сейчас. В 12.30 ночи. Давайте сейчас будем спать, а? За 28 он заберет сейчас. Постим мы сейчас, парень, понимаешь? Погнали бомбить. Я уже продолжаю бомбить на протяжении 30 минут, народ. Здравствуйте. Можете сказать, подходит ли до того сим-карты с Galaxy Note 9 на Galaxy Note 20? В Galaxy Note 9 был слот на две сим-карты с поддержкой карт памяти. А в Note 20 он без карт памяти. Как он может от одного телефона подойти к другому? Не говоря уже о внутренней форме, такая внешняя, такая цвете. Если уж на то пошло, нахера меня этим вопросом беспокоит? Если можно загуглить сим-клоток Note 10, сим-клоток Note 9, сим-клоток Note 20. Посмотрите, что они вообще абсолютно разные по форме. И меня не беспокоит. Мрак. Учитесь находить элементарную информацию. Продам Samsung S23 Ultra в отличном состоянии. Стоит регион Вьетнам. Написано, что все прекрасно. Чувак мне пишет. Какой цвет? Здравствуйте. Зеленый. А в описании красный. А на фото зеленый. Дело в том, что вот здесь, видите, в описании этого не написано. То есть цвет красный стоит в характеристиках. А характеристики разных цветов я указываю в тех случаях, когда у меня продается два зеленых телефона. Авито не дает мне опубликовать два одинаковых по цвету телефона. Говорит, вы продаете один и тот же телефон на двух объявлениях. И банят мне одно из объявлений. И не важно, что один телефон был, а другой новый. И, соответственно, мне приходится вот так вот мухлевать в характеристиках с цветами. Но в любом случае, ориентируйтесь, пожалуйста, на мои фотографии. Тут же четко видно, что телефон зеленый. Вот такого цвета он и есть. Так что как-то вот так. Далее. Забронировать до воскресенья можно. Я говорю, могу видео снять, броню по предоплате. Снимаю видео, после этого тишина. Вот на хера время я на него тратил. Абсолютно мне непонятно. Далее, значит. А, ну это вроде уже было в прошлом выпуске, насколько я помню. Все. Это мы уже с вами обозревали. Да, новый выпуск начинается отсюда. С вами был Диман Масл. Надеюсь, вам был интересен этот контент. Немного посмотрели на дурачков. Получили какие-то знания. Надеюсь, хотя бы вывод из этого видоса. Вы поняли, что МЕА – это Арабские Эмираты. И что где сделан телефон – неважно. А для какого рынка сделан телефон – вот здесь все ограничения.